В столице стартовал 7-й Астанинский экономический форум. Участие в нем приняли свыше 10 тысяч делегатов из 120 стран мира. Обсуждали самые значимые проблемы 21 века. Впервые за всю историю АЭФ затронули и развитие мировой энергетики. Правда, окончательные итоги станут известны чуть позже, но уже сегодня участники форума сумели договориться сразу по нескольким пунктам и подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Повстер Дарькеев обо всем по порядку. Ко Дворцу независимости делегаты Астанинского экономического форума подъезжали не спеша. Кто-то выбрал легковые автомобили, а кто-то общественный транспорт. По пути участники форума общались. Можно сказать, на ходу прошли несколько двусторонних встреч. Расслабляющая музыка перед бурными дебатами, регистрация участников и вот первые заседания в рамках АЭФ. Борьба с контрафактом. Бич 21 века. По словам делегатов, пираты не боятся сурового законодательства разных стран, штампуя миллионы поддельных товаров. Нет страны, где контрафакта нет, но Казахстане не вчера, а еще раньше очень заняли серьезность защитой у их граждан. И чтобы люди получали за свои деньги то лечение, то продовольство, чтобы они меньше страдали. Казахстанские предприниматели сегодня воспользовались форумом для привлечения инвесторов в свои проекты. Так, например, Мухидин Тойшибаев нашел две иностранные компании, которые готовы профинансировать возведение ветровых станций в Южно-Казахстанской области. Мы ищем инвесторов для заключения контракта, долгосрочного контракта. Так как поселок Ачисай, значит, бывший горно-металлурический поселок. Поэтому на сегодняшний день мы должны восстановить поселок, запустить металлурический завод. Стоит отметить, что инвесторов сегодня было немало. С их участием сегодня прошла отдельная конференция, на которой финны изъявили желание сотрудничать с нашей страной в организации «Экспо-2017». Финляндия очень важна. Новые технологии, высокий уровень технологии. Астана «Экспо-2017» очень интересна для нас. Так что слушаем, слышим, что есть возможности сотрудничества. Это очень важно для нас. Впервые на Астанинском экономическом форуме обсудили тему энергетики. Среди спикеров – высокопоставленные чиновники из дальнего и ближнего зарубежья. А также один из признанных мировых экспертов в области нефтяной промышленности и международным отношениям – Даниэль Ергин. Я хочу сказать, что Казахстан вносит весомую роль в развитии энергетики. Эта страна предоставляет большие возможности для экономического роста и развития. При этом в стране не забывают про альтернативные источники энергии. За ходом всех событий следили десятки мировых и отечественных средств массовой информации. Для журналистов организовали медиагородок, откуда легко можно было следить за всеми мероприятиями, проходящих на АЭФ. Тут же организован пресс-центр, на котором в завершении первого дня форума были подписаны сразу 22 меморандума. Один из них между правительством Казахстана и Грузией. Эти изменения касаются гармонизации законодательства, которое должно быть обязательно для вступления Казахстана в всемирную торговую организацию. И в связи с этим мы внесли эти изменения, что касается конкретных регистраций интеллектуальной собственности. Сегодня был первый день Астанинского экономического форума. Отмечу, что участие в нем приняли более 100 государств. По словам делегатов, Астанинский экономический форум стал продуктивной площадкой, где можно обсудить важные проблемы 21 века. И сегодня уже состоялась вторая всемирная антикризисная конференция. Ученые, экономисты, политики рассмотрели итоги минувшего года. Именно задачи, поставленные на шестом Астанинском экономическом форуме. На пункт, когда была принята декларация, в ней указаны основные причины мирового кризиса. Что сделано и что еще предстоит сделать, станет ясно 23 мая. Ухтияр Даркеев, Шелгас Айлбеков, 7 канал.